Всем привет, любители ароматного табака. Разбираем нашу американскую доставку. Сегодня у нас будет сигара Tarano Loyal. Вот так у нас замечательная сигара выглядит. Сигара у нас, как я уже неоднократно говорил, родом из Никаракул. Становится сигара одной из моих любимых Tarano. В последнее время я что-то увлекся этим брендом. Очень мне нравится. Внешне сигара, как и большинство сигар Tarano, выглядит просто идеально. Никаких нареканий. Очень приятный сдержанный бант в таких классических тонах. Небольшой он, не маленький. В принципе такой как надо. Сигара формат Robusto. Крутка очень плотная. Просто каменная. Торседорку старался. Никаких провалов. Все идеально, все ровно. Сейчас посмотрим, что у нас в холодном виде. Интересный на срезе. Табак немного такой двухцветный. Мешка интересная, не односложная. Характерные для Tarano. Такие приятные. Кремово-кожистые тона, с такими нотками специй. Перца. В послевкусии все очень легкое и очень приятное. Тяга просто идеальная. Приятное начало. Черный чай. Немного вежущей нотки. Небольшие пряности. Корица. Интересно. Посмотрим, покурим. Фраза стал уже крылатый. Посмотрим, покурим. На половинке, наверное, встретимся. Так, друзья, половина нашей сегодняшней сигары позади. Что можно сказать о вкус и ароматике? Ну, достаточно ровный вкус. Орехово-древесный. С небольшой пряностью в послевкусии. Единственное, что интересно, заметил, есть интересные натяги. В середине, наверное, в начале второй-третье появились такие землистые мотки. Достаточно необычные и немного выбивающиеся из общей вкусо-ароматики сигары. Посмотрим, что будет дальше и уже, наверное, какие-то итоги сигары подведем. Итак, друзья, докурим нашу сегодняшнюю сигару. Ну, в принципе, не выдающаяся, конечно, сигара. Хотя, с другой стороны, достаточно сбалансированный ровный вкус. В конце курения сигара немного потяжеляла. Дала себе знать никотин, окрепший к концу курения и, в принципе, проявившийся. Ну, безусловно, из-за форматики он здесь не такой уж ударный, но присутствие его ощущается, безусловно. Ну, на всем курении сигары сопровождали такие древесно-ореховые полутона с явным присутствием послевкусия перца, специй. Ну, в принципе, ничего интересного и из ряда, вон, выходящего в сигаре не было, но и сказать о том, что сигара, в общем-то, плохая и неинтересная, я тоже не могу. В общем-то, вполне ровная, нормальная сигара с приятной тягой и отличным внешним видом. Спасибо за внимание, спасибо, что вы слышали мое мнение до конца. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок